Школа долголетия «Золотая осень» принимает гостей. В среду на занятиях присутствовали участники межрегионального форума «Единение». Эта школа для тех, кому возраст не мешает расти и реализовывать свой потенциал. Для пожилых людей здесь, помимо ежедневных занятий по информатике, изоопению и танцам, организуют лекции по психологии и различные мастер-классы. Посетив занятия, общественники поговорили с учащимися и педагогами. Цель визита на примере этой школы в Иванове единственной в своем роде – изучить опыт участия некоммерческих организаций в реализации программы по интеллектуально-творческой и здравительной деятельности пожилых людей. «Мы видим, как люди, достигшие уже определенного возраста, определенной зрелости, занимаются. Мы видели художественную секцию, где люди, которые никогда раньше не рисовали, прекрасно рисуют. Мы видели музыкальную группу, которая прекрасно исполняет песенные какие-то произведения, и группу, которой занимается художественной гимнастикой, если можно так выразиться». В свою очередь, руководство центра элита, на базе которого работает на протяжении 16 лет школа долголетия, рассчитывают не только на интерес к себе, но и на поддержку. «Нам действительно непросто, и мы не случайно принимаем государственных людей у себя, и сами выезжаем и в Москву с этими задачами, чтобы справиться. Конечно, нам нужна государственная поддержка, потому что сейчас стало совсем туго, и мы привлекаем это внимание. Я думаю, что самое хорошее, самое интересное – это объединить усилия государства и некоммерческих организаций. Вот это партнерство – это самое важное». Проблемы некоммерческих организаций и пути их решения участники форума обсудят в рамках дискуссионных площадок. Но уже сейчас понятно, что грантовая поддержка необходима, особенно в нынешних экономических условиях. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.